О лучшем вступлении к своей проповеди я и мечтать не мог. Спасибо, друзья, большое. Когда... Если бы мы задались вопросом, какое качество Бога больше всего находится в пренебрежении в наши дни, каким бы был бы наш ответ? Что бы мы сказали? Этим качеством, безусловно, будет святость Бога. Любовь, благодать, терпение, милосердие, прощение. Об этих характеристиках и качествах нашего Создателя люди говорят часто. Но о святости Бога предпочитают умалчивать или не делать на ней акцент. И даже если о святости Бога говорится, то делается это осторожно, ненавяжчиво, без острых углов и задевающих душу слов. Но невозможно познавать Бога, не познавая Его святость. Невозможно понять Евангелие, если мы не начнем с Бога, а именно с Его святости. Откройте вместе со мной, пожалуйста, книгу пророка Исаии, 6 главу. Это известный текст, и я хотел бы, если у вас есть Библия, откройте 6 глава, мы прочитаем первые 7 стихов. В год смерти царя Озии я видел Владыку, сидящего на престоле, в высоком и превознесенном. И края его одеяния наполняли храм. Над ним парились серафимы, и у каждого было по шесть крыльев. Двумя крыльями они закрывали свои лица, двумя закрывали ноги и двумя летали. Они восклицали друг другу, свят, свят, свят Господь сил, вся земля полна Его славы. От звука их голосов дрогнули косяки дверей, и храм наполнился дымом. И тогда я воскликнул, горе мне, я погиб. Я человек с нечистыми устами, и живу среди народа с нечистыми устами, а глаза мои видели царя Господа сил. Тогда один из серафимов подлетел ко мне, держа горящий уголь, который он взял щипцами жертвенника. Он коснулся им моих уст и сказал, вот это прикоснулось к твоим устам. Твоя вина снята, и твой грех очищен. Что предшествовало этим событиям? Исаия был пророком, и не просто каким-то пророком. Некоторые считают его, возможно, самым великим пророком Израиля. Исаия был человеком, который был государственным деятелем, который говорил от имени Бога простому народу и царям. Его знали во дворце. Фактически он был советником правителей. Он пророчествовал во время правления четырех царей, во время великого кризиса, во время великого хаоса, во время морального упадка, во время, когда народ Божий отвернулся от Бога. В действительности, во время пророчества Исаии Северное царство Израиля было захвачено врагами. Южное царство Иудея было присоединено к Сирии. Это были нестабильные времена, трудные времена. А у Исаии было очень важное служение. Но когда Исаия только начинал, во дни пророка Исаии был царь в Иудее, которого имя было Озия. Он упоминается в Сихии 1. Озия правил долгое время, 52 года. И в целом он был успешным царем и приносил пользу своему народу. Фактически он покорил большинство врагов Израиля и принес им несколько периодов мира. Ему удалось превратить Иерусалим в укрепленный город, в котором было оружие для собственной защиты. И он дал людям чувство собственной безопасности. Печальная история Озии состоит в том, что в конце концов гордость возвысила его сердце. Он посмотрел на все, что он сделал, то, что он дал время мира от врагов, укрепил Иерусалим, обеспечил безопасность, развил сельское хозяйство и торговлю. И он был исполнен гордостью. И в своей гордости он зашел в храм Божий и делал то, что он не имел права делать никогда. И Бог наказал его смертельной проказой. И вот, когда он умер, возникло некое чувство паники. Что мы будем теперь делать? Озия умер, царь умер. Народ испугался. Страх, наверное, был самым большим в сердцах боговоязвенных иудеев, которые на протяжении всех этих лет сохраняли преданность Богу-Израиля, потому что они знали, что во времена Озии возрастал моральный упадок народа. Непослушание все возрастало. Это был вызывающий вид идолопоклонства. И казалось, что пока Озия, царь Озия был рядом, пока он был жив, он как бы предохранял все это от окончательного разрушения. Хотя и сам Озия был наказан и умер за свое беззаконие. Если мы читаем первые пять глав Исайи, то мы видим, что Исайя описывает ужасные грехи народа Божьего, степень их духовного и морального разложения. И вот Озия умирает. Народ в духовном, морально деградированной ситуации. Представьте состояние пророка. Подавленность, страх, печаль, неизвестность, глубокая, сердечная боль за свой народ. И вот в это ужасное время Бог призывает Исайю на служение пророка, провозглашающего Божий суд. Возможно, Исайя вот в этот момент, в это время, он в поисках утешения пришел в Божий храм. Как человек благочестивый, любящий Бога, любящий Его закон, он пришел в Божий храм, ищая там утешения, ищая какой-то стабильности, понять, что происходит. И вот в таком состоянии, Исайя, находясь в земном храме, он видит видение небесного храма и Бога, восседающего на троне, на престоле, на престоле своей славы, святого Бога. И вот на основании этого отрывка мы посмотрим на два момента, описывающих Божью святость. Я их назвал явления и столкновения. Явление Божьей святости и столкновение с Божьей святостью. Прочитаем первые стихи еще раз. «В год смерти царя Озии я видел владыку, сидящего на престоле, в высоком и превознесенном, и края его одеяния наполняли храм. Над ним парились серафимы, и у каждого было по шесть крыльев. Двумя крыльями они закрывали свои лица, двумя закрывали ноги, двумя летали. Они восклицали друг другу, «Свят, свят, свят Господь сил! Вся земля полна его славы!» От звука их голосов дрогнули косяки дверей, и храм наполнился дымом. Это маленькое слово «святой», оно излучает широту, значение самого неба. Оно маленькое, оно такое значимое. Мы созданы с вами по образу Божьему, и как его творение, мы разделяем многие из его качеств, в гораздо меньшей степени, конечно, такие как любовь, милосердие, вера, терпение. Но некоторые из характеристик Бога никогда не будут переданы сотворенным существам. Никогда. Это вездесущность, это всезнание, это всемогущество и святость. Святой. Еврейское слово «кадош». Буквально это слово означает «отделенный», «отличный». Когда евреи говорили о чем-то святом, «кадош», они означали «отделенный». Это отделяется от всего остального. Это отличное. Это непохожее. Это другое. Это нельзя брать со всем остальным. Это должно быть в стороне. Святость Бога говорит о моральной чистоте Бога. Бог нравственно совершенный. У Бога нет одобрения ничего, что противоречит его природе. Святость означает, что Бог не зауряден. Он не такой, как мы с вами. Он другой. Он отличный. Он непохожий. Он совершенно другой. И когда Исаия видит этого Бога на престоле, вот Он такой. Он совершенный. Он другой. Он не такой, как мы. Посмотрите, как Библия характеризует Бога. Что Библия говорит о Боге? Исаии 40, глава 25 стих. «Кому же вы уподобите меня, чтобы я был равен ему?» говорит святой. Бог, Он святой. Его святость означает, что Он несравненный. Вы не можете ни с кем Его сравнить. Вы не можете подставить Бога под какое-то талон. Сказать, ну, Бог, Он где-то вот такой или вот такой, или кто-то похож на Бога. Он несравненный. Вы не найдете похожего на Него. Он другой. Поэтому Он свят. 1 царств 6, глава 20 стих. Мы читаем о Боге. Кто может устоять в присутствии Господа, этого святого Бога? Он неприступный. Его святость, она поражает. Его святость показывает Его уникальность. Вы не можете просто подойти к Нему и сказать, ну, я такой же, как ты. Ну, ты доступный. Ты обычный. Ты такой же, как те идолы, которые мы можем подойти и потрогать. Нет. Он неприступный. Он несравненный. И вот Он восседает на Своем престоле. Он показывает свою власть. Он управляет всем. Он превознесенный. Давайте посмотрим на Серафимов. Кто такие Серафимы? Серафимы – это не грешные люди, обребененные нечистыми сердцами. Нет. Это ангелец. Но, однако, эти ангельские существа, которые вокруг Бога, это самые приближенные к Богу создания, они являются творением. И даже в своем высоком положении, как приближенные к Богу, они должны закрывать свое лицо от Его прямого взгляда. Они сотворены удивительно. Серафимы – они полны благоговения. У них есть пара крыльев, чтобы ими закрывать лицо в величисленном присутствии Бога. Они не могут смотреть на Бога. Они находятся в прямом контакте с Богом. Они закрывают лицо свое, потому что они не могут смотреть на Его величие. У них есть и вторая пара крыльев. Этой второй парой крыльев они закрывают ноги. Эти крылья не нужны им для защиты или для облегчения ходьбы. Нет. Они закрывают ноги по другой причине. Вспомните происшедшее с Моисеем у горящего куста. Это исход третья глава. «И явился ему ангел Господень в пламени огня и среды тернового куста. И увидел он, Моисей, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Моисей сказал, «Пойду и посмотрю на это великое явление. Отчего куст не сгорает?» Господь увидел, что он идет смотреть. «И возвал к нему Бог из среды куста и сказал, «Моисей, Моисей!» Он сказал, «Вот я». И сказал Бог, «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, это земля святая». Бог повелел Моисею снять обувь. Моисей стоял на святой земле. Но земля не была сама святой, сама по себе. Нет, земля стала святой благодаря присутствию Бога. Обувь была символом признания Моисеем того факта, что он на земле, что он земной человек. Ноги человека, иногда называемые сделанные из праха, по сути, мы сделаны из праха, символизируют нашу тварность, то, что мы созданы, что мы не что-то уникальное, мы створение, имеющее свое начало и конец. И наши ноги, они связывают нас с землей. Серафимы – это не земные создания. Это не земные создания. Их ноги сделаны не из праха. Как и ангелы, они духовные существа. Тем не менее, они по-прежнему остаются существами сотворенными. И символика видения Исаии, то, что Исаия видит, она предполагает, что они также должны закрывать ноги, признавая свою тварность в высоком присутствии Божьем. Они понимают, мы сотворенные. Их статус не дает им право чувствовать себя свободно в присутствии Бога. Нет. Они всем своим внешним видом показывают, что мы понимаем в присутствии, кого мы стоим. Мы не можем смотреть на него. Мы закрываем свои ноги, потому что мы созданные. Двумя крыльями они летали, исполняя повеление Святого Бога. И вот Исаия видит, что они на Бога, восседающем на престоле, вокруг него эти существа, серафимы, они показывают свое отношение к Святому Богу, Его величие, они показывают свой трепет, признание Его святости, и они поют. Буквально у них перекличка. Они друг другу говорят, напоминают песнь. Они поют Ему «Свят, свят, свят Господь сил, вся земля полна Его славы». Но почему тройное повторение «Свят, свят, свят»? Это называют трихогеон. Почему? Тройное повторение имени или выражения было довольно распространенным явлением среди евреев. Важность повторения слова «свят» можно легко упустить. Это особый прием, характерный для еврейской литературы и поэзии. Особенно поэзии. Такое повторение – это один из способов акцентировать внимание на чем-то. Знаете, когда мы пишем письмо или смс, мы пытаемся как-то акцентировать внимание. Сейчас люди обычно там эмоджи какой-то вставляют или еще что-то, или в книгах, или письмом мы подчеркивали ручкой, или маркером выделяем. То есть нам нужно выделить, подчеркнуть, это важно, обратить на это внимание. Повторение – это способ акцентировать внимание. Потому что Ветхазоветний иудей, так же, как и мы сегодня, он использовал разные методы акцентирования внимания. И один из таких методов – это повторение. Помните, когда Иисус Христос говорил часто в начале своих слов «Истинно, истинно говорю вам»? Иисус пользовался этим приемом повторения. И то, что говорил Иисус – истина, вот эта двойная истина, означает, что то, что за ним последует, это крайне важно. Это крайне важно. Слово, кстати, истинное, оно переводится, это наше слово, которое переводится «Аминь». Это древнее слово «Аминь». И обычно мы считаем, что это слово предназначено для завершения проповеди и молитвы. Но Иисус использовал его не для окончания, а для предисловия. Говоря «Истинно, истинно», Иисус говорил, обратите внимание, это важно. Буквально в нескольких случаях Библия повторяет что-то в третьей степени, на что-то обращает очень серьезное внимание. Упомянуть что-то трижды означает возвести это в превосходную степень, придать этому значение чего-то сверхважное. то, на что ты обязан обратить внимание. Например, в книге «Откровения» страшный суд Божий возвещается летящим в небе ангелам. И он громко восклицает «Горе, горе, горе живущим на земле!» Откровение, 8 глава. Это было, это важное, то, что ангел говорил. То же самое мы видим в полной горечи и жалкой такой иронии речи пророка Иеремии, когда он ее произносит в храме, где он упрекает людей в лицемерии, когда он восклицает, когда люди восклицают «Это храм Господень, храм Господень, храм Господень». То есть он акцентирует внимание, что вы делаете, вы такое придаете значение храму Божьему, но вы лицемеры, потому что вы не поступаете так, как вы говорите. Но нигде в Библии не говорится о Боге, что Бог есть любовь, 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 или что Бог есть милость, 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 или что Бог есть добро, добро, добро. Только в одном случае мы видим в Священном Писании, как какой-то атрибут Бога возводится в третью степень. Только один Божий атрибут называется три раза подряд. Библия говорит, что Бог свят, свят, и когда ангелы вокруг престола восклицали свят, 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 они выражали силой и страстью истину о высшей святости Бога, той существенной характеристике, которая демонстрирует его удивительный и величественный характер. Это очень важно. Почему? Потому что святость Бога отличает его от всех других существ. Она больше, чем просто его совершенство или безгрешная чистота, или его моральное превосходство. В ней заключается суть его непохожести. Бог другой. Он намного превосходит наше понимание даже его. Бог велик и превыше нашего понимания. Попробуйте муравью объяснить состояние вселенной, у него мозг хлопнет. То же самое для нас попытаться понять, постичь величие святости всемогущего Бога. Мы не можем поставить Бога в один уровень с чем-либо. Его имя свято, его имя страшно. Вспомните евреев, которые перед горой Синай, когда они видели Бога. И когда Бог начал говорить, они сразу задрожали, они испугались. Нет, мы не пойдем на гору. Моисей, иди ты. Его имя страшно. Мы боимся его. Он свят. Он приводит нас в ужас. Почему? Потому что он требует максимального, крайнего почтения и преклонения пред собой. В богословии есть... Я не люблю длинные умные слова, но это слово мне придется использовать. В богословии есть одно длинное слово, которое... Довольно трудное слово, которое хорошо помогает... Я не знаю, сколько хорошо помогает, но оно описывает вот это состояние Божьей святости. Оно звучит так. Трансцендентность. Если вы сможете это слово выговорить, получат мне конфету. Трансцендентность. Бог трансцендентен. Что это значит? Бог превосходен. Трансцендентность означает превосходство. Это слово относится только к Богу. Превосходство. Нет напарников, нет конкурентов, нет никого похожего на него, превыше всех и всего. Превосходящий все в максимальной степени. Он трансцендентен. Он абсолютная противоположность человека. От Осии, пророк Осии, 11 глава, 9 стих, он пишет, «Я Бог, Бог говорит, Я Бог, а не человек, святой посреди тебя». Исаия, 57 глава, 15 стих. Бог говорит, «Потому что так говорит высокий и превознесенный, живущий вечно, чье имя святое». Я проповедую об этом, я даже сам до конца не понимаю, о чем я говорю, потому что мой разум не способен понять величие этого Бога. Я просто вижу, что Он святой, и как тот муравей, смотрящий на размеры галактики, я не пойму, Господи, Ты настолько великий, Ты настолько святый, Ты настолько, тебе слово невозможно подобрать, чтобы описать тебя. Эйден Тозер в своей книге «Величие Бога» замечательно пишет, описывая Божью святость. «Мы не можем понять истинное значение божественной святости, думая о ком-то или о чем-то очень чистом и непорочном, а потом поднимая это понятие до самой высокой степени, какую только можем себе представить. Божья святость это не просто самое лучшее, что мы знаем, улучшенное до бесконечности. Мы не знаем ничего подобного Божьей святости. Она стоит в стороне от всего, она уникальна, она не имеет себе равных, она непостижима и она недосягаема. Естественный человек не видит ее. Он, может быть, боится могущества Бога и восхищается его мудростью, но его святость он даже не может себе представить. Бог – абсолютная сущность нравственного совершенства. Он бесконечно совершенен в праведности, чистоте, честности и непостижимой святости. И со всеми этими качествами он не был сотворен. Он ни от кого не зависит. Он непостижим для человеческой мысли и его невозможно выразить словами. Святость – это характеристика сущности Бога. Для того, чтобы быть святым, он не подстраивается ни под какой стандарт. Он сам этот стандарт. Когда я прочитал эти слова и думал о ними, у меня первая мысль была, о чем ты вообще пишешь? Потому что ты описываешь Бога настолько недосягаемым для моего понимания, что я могу только закрыть рот и сказать, Господи, если ты настолько великий, как я могу вообще тебя познавать? И это Бог, это святой Бог Библии. Это святой Бог. Он сам стандарт стандартов. И вот это явление святости видит Исаия. Некоторое время назад, пару недель назад, у меня был опыт, интересный опыт, я был впервые остановлен полицией. Для меня это был шок, потому что я не любитель, когда тебя останавливает полиция. И вообще я не ожидал, что меня остановит полиция. И вообще первая моя мысль, как это точно меня остановила полиция и как это вообще может произойти со мной. Но знаете, каждый водитель, которого останавливают полицию, он думает, ну вообще меня не должны были останавливать. Я помню вот эти эмоции. К тебе подходит человек, добрый день, ваши права, вашу страховку. И ты как сне отдаешь ему и думаешь, что это не с тобой происходит. И ты понимаешь, что вот там за окном стоит человек, личность, которая выше тебя, которая обладает большей властью, чем ты. И которая, по сути, вправе сейчас решить твою судьбу, потому что она может забрать твои права и ты лишишься всего, ну того, что связано с твоими правами. Вот эти эмоции, этот страх, этот шок, это непонимание, это желание просто, чтобы это быстрее закончилось. Я знаю, что есть люди, которые любители, когда их останавливают полиция, они там любят поспорить, подоказывать свои права. Я отношусь к той категории людей, которые хотят бы быстрее избавиться от этого дружеского общения и поехать дальше. Но вот я помню, что это состояние страха и понимания того, что то, что происходит, не зависит от тебя, оно очень глубоко засело в моем разуме. Но моя ситуация не идет ни в какое сравнение с тем, что пережил пророк Исаия, когда столкнулся с Божьей святостью. Давайте прочитаем следующий текст. И тогда я воскликнул, горе мне, я погиб, я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами, а глаза мои видели царя, Господа сил. Тогда один из серафимов подлетел ко мне, держа горящий уголь, который он взял щипцами с жертвенника. Он коснулся и моих уст и сказал, вот это прикоснулось к твоим устам, твоя вина снята и твой грех очищен. Здесь мы видим очень яркую картину реакции грешника на святого Бога. Использование этого слова горе мне Исаии носило очень экстраординарный характер. Обычно мы используем это горе, слово горе в нашей жизни не так уж и часто. То есть я его мог использовать, когда меня советовала полиция, я мог сказать, о, горе мне. Но это потому, что я понимал, что то, что происходит, оно очень печально, оно несет беду. Когда еврей говорил горе мне, буквально еврейское выражение ой, вей, он говорил, это катастрофа, это огромная беда для меня, это то, что я не могу изменить. Я попал в ситуацию, в которой нет выхода. Я попал в ситуацию, которая давит на меня. По сути, увидев Господа, Исайя провозгласил суд Божий над самим собой. «Горе мне!» – воскликнул он, призывая проклятие Божье. Осуждение и суд на свою собственную голову. Это удивительная картина, потому что до этого момента Исайя произнес слово «горе» шесть раз, как слово «осуждение» и «проклятие» на народ в пятой главе перед этим. Но одно дело, когда пророк произносит проклятие или проклинает другого человека во имя Бога. И совсем другое дело, когда он проклинает самого себя. То есть Исайя проклинает себя. Он осуждает себя. Он говорит, «Я проклят, я осужден, я повергнут, я уничтожен, горе мне!» И сразу после того, как он произносит это проклятие про возглашение своей горькой участи, потому что он видит Бога, Исайя восклицает, «погиб я!» «Погиб я!» Буквально это слово, вот это восклицание, «погиб я!» оно означает, Исайя как будто говорит, «я буквально разваливаюсь на части, я рассыпаюсь, я разрываюсь на куски, я распадаюсь, я разрушаюсь!» Представьте какую-то целостную конструкцию из мелких деталей, которая целостная, она плотная, и вот она в момент разрушается до мельчайших деталей. это то, что Исайя говорит. Пророк раздавлен осознанием святости Бога, потому что он был человеком с нечистыми устами. Горе мне погиб я! Почему он выбирает уста? Потому что именно там вы наиболее свободно грешите. Мы можем совершать и другие грехи, но у них есть какой-то план. Но у грехов, которые вышли только что из нашего рта, плана нет. От избытка сердца говорят уста, говорит Библия. Наш язык показывает состояние нашего сердца. Если бы Исайя попал на прием к современному психологу и рассказал бы эту ситуацию, психолог бы ему сказал, «Ну Исайя, ну ты загоняешься, ну слушай, ну ты преувеличиваешь, ну нельзя же быть так, ты так долго не проживешь. Ну что значит, горе мне, погиб я, он в глубоком такой, депрессии, он раздавлен, он подавлен, он сокрушен». Исайя, ты расслабься, можете какую-то таблеточку выпить? А Исайя бы сказал, «Нет, вы не понимаете. Я видел царя Господа сил». То есть, то, что он увидел, произвело на него такой эффект, что Исайя говорит, «Я раздавлен, я подавлен, я распался, я разрушаюсь. до последней частицы моего сознания, моей сущности, я разрушаюсь». Современные, современники считали порока Исайю самым праведным человеком среди всего Израиля. Богослов Арси Спролл в своей книге «Святость Бога», кстати, если вы христианины, вы желаете познавать святость Бога, вы обязаны прочитать эту книгу «Святость Бога». Он пишет об этом, об Исайи. «Он был чистым алмазом добродетелей, без единого изъяна. Затем внезапно он увидел Святого Бога. И в этот краткий момент его самооценка разбилась, как чашка. В долю секунды он оказался открытым, обнаженным перед абсолютной святостью. До тех пор, пока Исайя мог сравнивать себя с другими смертными, он имел основание ставить себя довольно высоко. Но в тот момент, когда он сравнил себя с наивысшим стандартом, он был уничтожен морально и духовно истреблен. С ним было покончено. Он распался. Его ощущение собственной цельности рухнуло. Вот что происходит, когда человек, грешный человек, сталкивается со святостью Бога. Я видел видео, в котором разные известные личности отвечали на вопрос журналиста. Это одна и та же передача, была нарезка. Там были политики, журналисты, актеры, деятели культуры, и их спрашивали, что они скажут, представь перед Богом. И эти люди говорили, ну, некоторые говорили, ну, я скажу Богу, что он должен меня понять. Другие скажут, ну, Боже, ты сам виноват, ты нас оставил. Третий скажет, ну, спасибо, что попался сюда. Четвертый скажет, ты вообще на моем месте сидишь. Пятый пытались как-то шутить. Там были религиозные, атеисты. Друзья, первое и единственное, что скажет грешник, представь перед святым совершенством Бога, будет горе мне. Горе мне. Потому что вы не можете войти в присутствие святого Бога с наглым видом победителя. Он другой, Он святой. Существует две группы людей. Первые, это те, кто относится к Богу как к какому-то Санта-Клаусу, всегда доброму, любящему, исполняющему желания, ну, иногда ворчащему, если вы вдруг что-то делаете не так. В церкви это люди, которые подобно евреям, сделавшим золотого тельца, придумали угодного и комфортного для них Бога. И Евангелие таких людей состоит из двух слов «любовь» и «благодать». Это пассивные, беспечные люди, верящие во вседозволенность, покрываемую благодатью, и оправдывающие свое беззаконие и ложную веру свободы во Христе. Девиз таких людей «Бог есть любовь, поэтому делай, что хочешь». Вторая группа людей, это те, для которых Бог великий, праведный, сильный и любящий добро. И чтобы заслужить его расположение и доброту, вы должны вести морально правильный образ жизни, исполнять его закон и быть примерным гражданином, ну и членом церкви. И поменьше попадаться Богу на глаза со своими грехами, если вы не хотите потерять его любовь. Это люди, нагрузившие себя законом, традициями и обрядами в надежде заслужить благодать Божью. Но в глупых попытках заслужить Божью любовь, они видят, что они не могут в совершенстве быть послушными Господу и Его законам. В отчаянии исправить ситуацию, они еще больше впадают в сети законничества, изматывая свою душу и тело, постепенно теряя всякую надежду, скатываясь до полнейшего уныния и безвыходности. Две крайности, две проблемы, одна причина. Обе эти группы людей не знают, не понимают, и не осознают святости Бога. Подобно как Солома не может выдержать жар и силу огня, так и грешный человек не может находиться и жить в присутствии Бога. Мы должны это понять. Если вы говорите грешнику в контексте того, что мы проповедуем Евангелие, если вы говорите грешнику «О, у Бога есть замечательный план для твоей жизни, приди к нему, Бог сделает тебя здоровым, счастливым, богатым», вы врете и обрекаете человека на погибель. Почему? Потому что единственный замечательный план, который нечестивый грешник может получить от святого Бога, это вечность в аду. И грешник должен знать это. Люди говорят, ну, не надо пугать меня, не надо мне тут адом пугать. Так а что тебя пугать? Это истинно. Бог свят, ты грешен. Единственный план, если ты не найдешь другого выхода, это ад. Потому что Бог свят. Человек говорит, ну, Бог поймет меня. Бог поймет меня. У меня жизнь такая была, я там, трудная жизнь была, не всегда слышал, в церкви был, не всегда проповедь, слышал, Бог поймет меня. Нет. Бог не поймет тебя. Бог убьет тебя. Мы должны серьезно относиться к святости Бога. К сожалению, мы к ней относимся недостаточно серьезно. Я говорю это в первую очередь о себе. Женевский реформатор Кальвин пишет об этом тексте, комментируя его. В этом источник ужаса и изумления, о которых нам неизменно повествует в Писании, рассказывая о встречах святых людей с Богом. Каждый раз, когда они видели Его, то Его присутствие поражало их, повергало в ужас, полностью подавляло. Нам не удастся должным образом осознать незначительность людей до тех пор, пока это с беспощадной ясностью не проявляется при сопоставлении с величием Божьим. Сравнивая себя с другими людьми, мы можем выглядеть довольно хорошо, но приходя в присутствие Бога, от нашей праведности не остается и следа. Когда вы приходите в присутствие Бога, все, чем вы можете гордиться, хвалиться и хвастаться, оно сгорает, как солома в огне. Есть два способа познания святости Бога, познавая Бога в Его слове, через чтение и послушание Его закону. Когда книга Левит, она призвана, мы читаем книгу Левит, и мы думаем, зачем там столько законов, правил, так трудно читать, спать хочется. Книга Левит, она призвана показать, что даже со всеми законами и правилами вы не сможете приблиться к Святому Богу. Евреи пытались исполнить закон, но не могли. Вы не можете приблиться к Святому Богу, потому что вы не в состоянии исполнить все, что Он говорит. Это очень трагично, но факт заключается в том, что для многих христиан сегодня святость Бога сводится к воскресному утру, молитве о чинах, свечке в руке и крестику на шее. Мы не думаем о Боге так, как должны думать, и потому мы не видим себя такими, какие мы есть на самом деле. Библия ясно говорит, чтобы быть в присутствии Бога, чтобы быть в присутствии Святого, праведного Бога, вы должны быть настолько же праведными, как Он. Другой способ, как люди познают святость Бога, это через наказание. Люди возмущаются, как Бог может приказывать убивать стольких людей. Когда мы читаем Старый Завет, мы читаем Иисуса Наевина, Пятикнижья, мы видим, как Бог приказывает уничтожить народ, добрекает на смерть, люди возмущаются, я не могу верить в такого Бога, ваш Бог злой, как Бог может приказывать убивать людей, это же несправедливо, нет. Бог свят, это ты не понимаешь, Бог святой, и то, что мы еще не уничтожены, это Его терпение и милость, потому что по своей святости мы как только рождаемся, должны быть уничтожены. Я читал историю о том, как одна женщина сказала Спержину, проповеднику известному, я не могу понять, как Бог мог сказать, что он возненавидел Исава, если помните, в Римлянам написано об этом. Как Бог мог сказать, что он возненавидел Исава? Спержин ответил, ну, для меня это не проблема, мадам, моя проблема, это понять, как Бог может любить Иакова. Друзья, мы должны понять, что мы даем Богу, по своей природе, мы даем Богу все основания нас ненавидеть и ни одной причины нас любить. В нас нет ничего, что бы привлекало Его. только отвержение. Когда ты видишь святость Бога, у тебя не остается ничего, что ты можешь предложить Богу. Слыша и размышляя о святости Бога, сталкиваясь с ее разрушающим величием, грешник должен прийти только к одному выводу. Я не могу угодить Богу. Я не могу ничего сделать, чтобы Он меня принял. Это не в моих силах. Потому что быть в присутствии такой праведной личности может только тот, кто обладает такой же праведностью. И вот здесь, вот здесь начинается Евангелие. Приходит Евангелие. Праведный и оправдывающий Бог. Римлянам 3 глава с 22 стиха. Павел пишет, это потрясающие слова. Когда вы понимаете, вы осознаете святость Бога и размышляете они, эти слова по-другому для вас звучат. Праведность от Бога дается через веру всем, кто верит в Иисуса Христа, потому что нет различия. Ведь все согрешили и все лишились Божьей славы и все получают оправдание даром по благодати через искупление совершенное Иисусом Христом. Бог сделал его жертвой умилостивления в крови его для всех, кто верит. Бог пожелал проявить свою справедливость, простив грехи, совершенные в прежние века. Он долго терпел, чтобы сейчас в наше время показать свою праведность. И послушайте это, просто послушайте это. Он сам праведен и оправдывает того, кто верит в Иисуса. Ты не можешь приблизиться к Богу, к Святому Богу. Иисус может. Иисус может. Иисус сделал это. 2 Коринфянам 5.21 написано, «А без грешного Бог возложил вину за грех людей, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом». Как может праведный Бог привести в общение с собой нечестивых людей и при этом оставаться праведным? Ответ 1. Только через крест Иисуса Христа. Только через крест Иисуса Христа мы приходим к Святому Богу. Мы можем прийти к Святому Богу. И это не наша заслуга, не мы здесь. Только Христос. Христос. Я бы никогда со своей нечистотой и мерзостью души не пришел к Нему. Я бы не смогу Ему угодить. Я не могу быть в Его присутствии, но Христос пришел и сделал то, что я не могу сделать. И Он дал мне то, что я никогда бы не смог заслужить. Когда мы читаем Откровение 4 главу, мы видим видение апостола Иоанна. И его видение было похоже на видение пророка Исаии. Он также видел живых существ вокруг престола Божьего, восклицающих благоговений и страхи. Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель. Но интересно, что реакция Иоанна на видение Бога и его трона отличается от реакции Исаии. Нет упоминаний, что Иоанн упадал в ужасе, осознавая свое греховное состояние, что Он трепетал, что Я не могу там быть. Возможно, потому, что Иоанн уже столкнулся с воскрешенным Христом в начале своего видения в Откровении первая глава. В первой главе мы читаем, что Христос положил свою руку на Иоанна и сказал ему не бояться. Таким же образом мы можем подойти к святому престолу Божьей благодати, только если рука Христа будет на нас в виде Его праведности, данной нам взамен наших грехов. Друзья, нам необходимо постоянно видеть величие святого Бога, чтобы во свете Его праведности мы ясно осознавали настоящих себя и свою греховность, чтобы наша самоправедность и самоуверенность были полностью разрушены. Чтобы мы могли уповать только на праведность Христа и Его заслуги на кресте. Аминь. Давайте помолимся.